Всем приветики, с вами Натали и вы попали на мой бьюти канал. Сегодня у меня будет обзор косметики, которую я ни разу еще не пробовала. То есть все это я буду тестировать прям в первый раз, говорить вам свои впечатления. Здесь у меня несколько брендов, как более бюджетных, так и подороже. В общем, здесь всякая такая интересная, всячина у меня. И как вы видите, я вас встречаю сегодня с патчами. Вот от такого бренда Idea Love. Патчи с черным жемчугом. Здесь 60 патчей, заказывала я их с iHerb. Кстати, делаю я их уже второй раз. Это не такие стандартные скользящие патчи, которые вы приклеили. И они у вас через 2 минуты оказались уже вот здесь, которые надо постоянно и постоянно подтягивать вверх. Вот у этих патчей все окей, они сидят, куда вы их посадили, там они и остаются. И отлично просто увлажняют. Сейчас я посижу с ними еще минутки 3, и мы начнем делать макияж. Кстати, ребята, не забывайте, что на меня также можно подписываться и в Instagram. Я там снимаю stories просто ежедневно и стараюсь делать какие-то яркие образы. Поэтому ссылочка на Instagram, как всегда, в описании ролика. Вы меня очень поддержите подпиской. Так, откидываем волосенки назад, щелочку немножечко в бочок. У меня на коже есть покраснение, потому что я сегодня утром... Тьфу, блин, кошачья шерсть. Немножечко плакала, и из-за этого у меня обострелились эти покраснения. Но ничего, сейчас мы все быстро с вами исправим. Первое, что я сегодня буду тестировать, это вот такая Rose Water. Это вода от бренда Heritage Store. И она предназначена для того, чтобы придать лицу свежесть, увлажнить его. Можно наносить как и на чистое лицо, так и на макияж в течение дня. В общем, должна она как-то увлажнять и освежать кожу. Вот такая здесь маленькая бутылочка. Но, кстати, можно сказать, больший объем на iHerb. Тоже это водичка с iHerb. Давайте нанесем и освежимся. Прям такой аромат нежной-нежной розочки. Свежо, хорошо. Все, личко мое освежается. Да, кстати, я еще раз напоминаю, что красная вот эта штучка на глазу, это у меня, ну, типа аллергическая реакция. Но на самом деле это не прям аллергическая реакция. Это у меня, скорее всего, от нервов, от стресса. Постараемся не обращать на это внимания. Я сегодня буду пробовать вот такую базу под макияж от NYX Professional Makeup из серии Bear With Me. Из этой серии мне, кстати, у них очень нравится спрей-фиксатор макияжа, которым также можно освежать лицо в течение дня. Увлажняющий праймер. Кстати, здесь SPF 30. У этого средства это нам на руку. Это очень хорошо, потому что я сегодня, да, пойду на улицу и буду пальчиками наносить на лицо. У меня много, конечно, выдавило. Ой, он очень нежно пахнет. Такой какой-то цветочный аромат. Смотрите, он прям очень хорошо распределяется, и он нежирный. Словно такой легкий-легкий дневной крем по своей текстуре, по ощущениям на коже. И он не липкий. Действительно такой увлажняющий. Создает тоненький-тоненький такой слой. Ой, мне прям нравится, как он легко распределяется. Поэтому, да, выдавила я его очень много. Надо в следующий раз поэкономнее. Ой, ребят, приятная вещица в процессе нанесения. Прям мордашка становится, знаете, такой бархатной. И нелипкое лицо. Супер. 75 миллилитров, мне кажется, надолго хватит. У меня сегодня тон. Кстати, консилера у меня нет, потому что у меня нет консилера, который я бы не пробовала из косметики, которые мне там прислали. Я сама покупала. Сегодня у меня тон от MAC. Studio Sculpt SPF 15 Foundation. У меня он идет в оттенке NC 15. И будем очень надеяться, что он мне подойдет. Потому что кажется, что он как будто чуть-чуть темненький. Ну, не знаю. Это вроде как матовый тон с мощным перекрытием, там, покраснений, прыщиков, всего. Ну, то есть он должен, по идее, прям очень хорошо выровнять мне кожу и сделать такую кукольную даже, наверное, мордашку. Сейчас узнаем это. И спонжик. Спонжик, кстати, у меня от DECO из магазина. Как там он, подружка? Да. Так, начинаем нанесение. Хотя вроде по цвету неплохо, смотрите. В принципе, да. Цвет, по-моему, подошел. Ой, сейчас я спрячу всю свою красноту наконец-то. Потому что без слез не взглянешь, конечно, как у меня сейчас выглядит кожа. Самое главное, с утра я встала. Я сделала маску. Кожа у меня успокоилась. Такая была ровная, светлая. Потом я так чуть-чуть поревела. И все. И снова у меня красный фейс. Конечно, у меня очень пористый спонжик. Я им, кстати, тоже в первый раз пользуюсь. И его пористость мне не нравится. Он очень мягкий и удобный в использовании. Благодаря вот этой мягкости он прям такой пластичный в руках. Приятно его держать. И приятно он весь так вот сминается. Но он пористый, как такая, знаете, мочалочка для принятия душа. А мне кажется, для макияжа это не совсем хороший такой факт. Да. Такие спонжики все-таки не для меня. Я люблю более плотные. Ну, в целом, смотрите, тон мне очень даже подошел. Он прям моего оттенка. Где-то, кстати, просвечивает немножечко мои покраснения. Ну, вот такое прикрытие. Ну, очень близко, конечно, к сильному. Но не совсем. Не совсем то, что я ожидала. А я, кстати, очень люблю тональные кремчики, которые прям прячут все. Словно на вас новая кожа. Идеальная, ровная, гладкая. Как у куклы. Да, я люблю этот эффект. Но вот эта не такая. Но все равно легла она очень-очень хорошо. Мне понравился оттенок. У него приятная текстура у этого крема тонального. Она и не матовая, как вот я недавно пробовала от Makeup Revolution. Там прям супер матовая была. Нет, она не такая. Она чуть-чуть все-таки увлажняющая. Немножечко такая маслянистая, более скользкая. Перекрывает хорошо, но не стопроцентно, конечно. И в целом мне нравится. Как это легло. И ощущения на коже прям приятные. Она не липкая, но и не сухая, как вот прям бумага, там, как кусок картона. Она такая чуть увлажненная, слегка-слегка липкая, но не критична. Что нужно сделать дальше? Конечно же, закрепить тон пудрой. Но не все любят этот момент. Я лично всегда пользуюсь пудрой. И я такой человек, что я не представляю, как не припудриться. Либо некоторые пудры только вот как-то Т-зону, там, подбородочек, немножко щечки. Я, я пудру все. Пудра у меня сегодня рассыпчатая от бренда Sorme. К сожалению, я не знаю, как правильно произнести этот бренд. Но, по-моему, Sorme. И это пудра, которая называется Mineral Secret Light Reflecting Finishing Powder. Вот такая большая тут баночка. В ней 15 грамм. И она у меня идет в оттенке Fair 421. То есть это светлый такой тон, который, в принципе, должен подойти светлокожим девочкам. Внутри у нас тут, смотрите, целая такая бюллетень лежит. Так, мы ее убираем в сторону. И пудра еще даже не открытая. Сейчас мы снимем наклеечку. Расслою свои ногти еще больше, чем они у меня и так слоятся. Ну, терять там уже нечего, как бы. Yes! Вот такая пудрочка. И смотрите, ребят, в крышечке есть зеркало. То есть в крышке, которая снимается прямо, и которую можно положить в сторону, есть зеркало. Вот такой ход я вижу первый раз, потому что я привыкла, что зеркальце есть. У пудр, от которых, ну, не отделывается крышка, она прямо вот остается так открытой, там вот у прессованных, а тут на такой крышке есть зеркало. Это, конечно, классно. Это бренд... Давайте же закрепим. Ой. Ну, я насыплю сюда в крышечку, прямо на зеркало, и с него буду брать, потому что зеркальце у меня свое, другое. Я вообще не сильно дружу с рассыпчатыми пудрами. За все время, что я пробовала рассыпчатые, мне понравилось, и подошла только одна от Lumine. А в остальном как-то они у меня выделяют шелушение, подчеркивают сухость кожи зачастую. И как-то я к прессованным, конечно, привыкла больше. Но она не придает как такового оттенка, потому что они похожи с тоном по своему цвету. И она как бы просто закрепляет макияж. Ну, слушайте, я бы, наверное, почти что назвала ее транспарантной. Наверное, потому что действительно тон и пудра у меня прям такие по тону сцепились друг с другом по своему оттенку, очень-очень похожи. Пудра зачастую сушат, но вот это что-то такого не дало эффекта. И, в принципе, нет, она не выделила мне никакие шелушения. Она заматировала посильнее мне кожу, личико такое стало более матовым. И она не плотная, то есть она не легла вот таким чем-то матовым и словно закрыла все, что там было до нее. Она просто как-то транспарантная, хорошо все закрепила. Мне понравилось, слушайте-ка. Буду теперь пробовать. Надо посмотреть, что есть еще у этого бренда, где он вообще у нас представлен, потому что я, кажется, ничего больше не пробовала от этой фирмы. Следующим пунктом я буду наносить румяна. У меня вот такие румяшки от Benefit в оттенке Georgia. Это такие персиковые румяна. Здесь милый-милый персик у нас нарисован. Написано New Shade. То есть это новый оттенок, но он уже не совсем новый. Все равно он вышел, мне кажется, больше полгода назад, я думаю. И вообще, когда я открыла эти румяна, я такая, так, ну что-то фиг знает. Оттенок слишком действительно такой оранжево-персиково-морковный. И я подумала, что он больше для загорелых девчонок, там, наносить на ключицы, либо наносить как на загорелое лицо хайлайтер. Но нет, это подано у нас как румяна. Но это такие, знаете, сатиновые румяна. Так, лишний чуть стряхиваем. И погнали. Кисточку я использую для румян, кстати, от Manly Pro 123. Для румяна она очень удобная. Но вообще она удобная и для тона. Так, ну, смотрите. Видите, получается действительно такой персиковый тон. Золотисто-коралловый какой-то, я бы сказала. Я так надеялась, что пахнет персиком. Но нет, не пахнет. Ну, могу сказать, знаете, плюс, что этим румянам, что они не налажатся пятном. Есть румяна, которые ты берешь, вроде бы чуть-чуть даже стряхнул, наносишь, и все равно такое пятно резкое получается. И ты его растушевываешь, растушевываешь. Единственное, его, мне кажется, надо тушануть вот сюда, к вискам, где уже мы наносим хайлайтер, и вниз, чтобы не было такого точечного нанесения, а как бы такая вуаль. Ну, вообще цвет вроде бы неплохой, но мне непривычно с такими персиковыми. У меня, если персиковый и румяна, то все равно с каким-то розовым подтоном чаще всего идут. С каким-то малиновым, не знаю, чуть-чуть даже, может, фиолетовым. Но вот прям такой золотистый персик, такого у меня еще пока не было. Кстати, очень хорошо видно вот этот блеск. Красивый такой идет. Пересвет вот здесь. И можно даже не использовать хайлайтер, я думаю. Так, на носик немножко, над бровками чуть-чуть. Ну что, все. Посмотрите, как смотрятся эти румяшки на мне. Джорджия. Знаете, такое ощущение, что они просто дополнили мое лицо каким-то более чем-то вот живым, таким свежим. Словно я выспалась посильнее, чем на самом деле. И вот он такой неявный, этот румянец. То есть даже сразу и не поймешь, есть тут румяна или нет. Может быть, это просто такая загорелая мордашка, чуть-чуть-чуть зарумянившаяся. В общем, красиво он так разлился по щечкам. Можно, конечно, добавить еще поинтенсивнее. Легко идет таким распыленным, словно, нанесением. И не чересчур блестит. Симпатично смотрятся такие персиковые щечки. Теперь давайте сделаем бровки. Я сегодня для бровей буду использовать бренд Lumine. Такой, ну вообще он называется Shaping Wax. Но я бы сказала, это просто цветной гель для бровей. И сегодня я не буду использовать ни карандаш, ничего-то, чтобы заполнить свои бровки. Потому что у меня, смотрите, ну они такие как бы полулысые. На основании у меня вообще почти что нет волосков. Задам им... Ой, ой, жирненько. Ладно, сейчас лишнее. Как-нибудь. Что-то жирненько пока нанеслось. Задам им, в общем, направление и чуть-чуть придам цвет. Ой, какая щеточка классная. Щеточка шикарная. Мне показалось, что она сначала какая-то крупная. Ну да, она не маленькая, кстати, не маленькая. Но прям хорошо так она чешет. Без усилий. У меня есть гели для бровей, которыми надо сначала, знаете, так накренить на кожу. Словно прорваться между волосков и уже чесать их. А вот здесь прям с легким таким движением очень все делается. По оттенку я не знаю, может быть, он мне не подойдет. Потому что мне кажется, он чуть-чуть теплый. Но то, как она чешет. Смотрите, я такие волчи себе сделала бровки. Некоторые волоски сейчас положим, чтобы они не торчали вверх. Мне, конечно, пора пощипать. Пора вообще сделать форму. Брови у меня давно не приводились в порядок. Ой, вот здесь перестаралась чуть-чуть. Не чуть-чуть. Ну, короче, минус. Минус я тоже нашла в этом средстве. Потому что, да, можно перестараться и где-то нанести много средства. А нам это не нужно. Но шикарная щеточка и очень удобно в использовании. Знаете, я считаю, так почти что у каждого средства косметического есть как плюсы, так и минусы. Вот прям полностью идеального не бывает ничего. Я прям чувствую, как брови зафиксировались. Прям так, знаете. Даже хочется вот так немножко сделать, как будто мне их сбрызнули лаком для волос. Ну, какие-то вот такие бровки. Конечно, не совсем мой оттенок, кажется. Так, сейчас я чуть лишнее здесь кожи сотру. Потому что здесь как-то широковато смотрится. А вроде бы даже и неплохо оттенок. Ну, хотелось бы чуть-чуть похолодней. Но, по-моему, тоже неплохо. Прям застывает довольно быстро. И прям чувствую, как брови зафиксировались. Как вам, напишите? Нравится, не нравится? Да, у меня вот здесь лысо. Лысо! Ну, я ничего не могу сделать, как бы. Я мазала различными маслами специальными. Ничего тут не проклевывается. Невозможно там пробудить луковицы. Ничего с этим не делаешь, какие есть. Ну, а теперь я готова приступить к макияжу своих глазок, глазниц, глазюльничков. Господи, что я говорю? Подарили мне на мероприятии Сифра. Еще весной, кажется. И это палетка от Наташи Деноны. Мини-палетка, которая называется Sunset Palette. То есть, здесь у нас идет пять оттенков. И они действительно все такие золотисто-красновато-бронзовые. В общем, очень красивые цвета. Здесь идет два матовых оттенка. И остальные идут у нас такие шиммерные. Я буду делать его без базы. Потому что, ну знаете, я смотрю достаточно много бьюти-блогеров. И очень многие тенями Наташи Денона пользуются просто на голое, скажем так, веко. Поэтому давайте поверим им. Но все равно проверим и сделаем макияж. Макияж. Все, я нанесла тени. Посмотрите, что у меня получилось. Я использовала три оттенка. Растушевывать они очень легко. Я, конечно, снова тут не мастер в форме. Но я постаралась, как смогла. Я боялась, что после нанесения матового вот этого основного цвета, когда шиммерный будет соприкасаться с ним, то там будет очень блекло. Но нет, этого не произошло. Тени прям легли плотно и ярко, насыщенно. Ну вот они прям блестят. И видно каждый оттенок очень хорошо. Я, наверное, понимаю, почему многие так любят тени от Наташи Деноны. Причем у нее в основном хвалят именно тени. Там другие продукты. Ну тоже, наверное, ими восхищаются. Но я как-то вот заметила, что больше поклоны посылают именно ее тенюшкам. В общем, я бы хотела приобрести, наверное, еще какую-то ее палетку. Посоветуйте в комментарии, какую лучше взять. Потому что у нее их много. Я бы что-то взяла, наверное, мини, небольшую. Но вот какое сочетание оттенков я пока не знаю. Но я заметила, что немного люди стали уставать от вот этих вот красных, золотистых оттенков, каких-то вишневых. Устают люди. А это, по сути, то же самое, от чего люди как раз устают. Но тени, конечно, превосходного качества тут не поспоришь. Мне очень понравилось. Так, теперь мы будем делать подводку Epic Wear от NYX Professional Makeup. Она, кстати, у меня идет в синем оттенке, который называется Sapphire. У меня есть насчет нее такие небольшие сомнения. Не именно насчет конкретно этого продукта, конкретно этого бренда, а тут просто такой кончик, смотрите. Он не фетровый. Он именно, который, ну, типа, легко сгибается. Можно здесь широкую линию делать, можно более тоненькую. Но так или иначе, кончик эластичный, гнется, как ему вздумается. И я с такими подводками, ну, на вы, конечно. Поэтому я сейчас постараюсь, чтобы у меня вышли стрелки с такой подводкой. Ой, все, уже здесь понеслось. Конечно, не знаю, как это тут уберет. Ребят, это пипец. Все, с горем пополам я это сделала. У меня, конечно, вышли очень разные и нечеткие кончики у стрелок. Я вижу особенно вот это. И как-то сделать ее тоньше у меня не выходит, если только стирать кончик. Что я хочу сказать про эту подводку, ребят, мне в ней понравился, естественно, цвет. И ее гибкость. И то, что она довольно быстро высыхает. Но не понравился кончик. Это, наверное, самое, не знаю, для меня сложное в подводках. Видите, у меня прям вообще они вышли, конечно. Она еще, кстати, знаете, какая? Она такая, типа, вязкая. Вывести прям тоненькую, острую линию мне тяжело. То есть она не прям жидкая. Вот вы крастье, как фломастером, там, как жиденькой красочкой. Нет. Здесь прям словно идет такой слайм тягучий, тянучий. И из-за этого невозможно дозировать ее нормально. И невозможно сделать очень тоненькие вот эти уголочки. Провести тонкую линию этой подводкой просто, мне кажется, нереально. Даже не только из-за кисточки, а из-за того, какая она по своей текстуре. Она прям действительно вязкая, словно она чуть-чуть подсыхает уже. Хотя у меня она новейшая. Нет. Я вот ее только при вас открыла. Нет. Вру. Открыла я, когда она мне только пришла. Я один раз попробовала на руке. Все. Больше я в нее не влезала. Вообще. Но такое ощущение, как будто вот она уже такая, ну типа тянется. Это, я думаю, не совсем плюс. И с ней тяжело работать. Действительно тяжело. В общем, да, я продолжу ей пользоваться только из-за цвета. Но прям нужно запастись терпением. Дальше. Давайте накрасим с вами реснички. Мне еще пока не пришли мои пучки с Алиэкспресс. Я знаю, что в таких ярких макияжах очень сильно не хватает вот ресниц дополнительно. Чуть-чуть прокрашу межресничку каким-нибудь черным карандашом. И мы опробуем вот эту тушь от Vivienne Sabo Cabaret Premium фиолетового оттенка. Стрелки синие, тушь фиолетовая. Короче, все как надо. Ну, смотрите, ребят, ресничек реально почти что не видно. Видимо, из-за того, что тушь еще не черная, а фиолетовая. Причем она, Нест, такая какая-то нежно-фиолетовая. Но как тушь их прокрашивает, мне очень нравится. Она их словно обволакивает, делает потолще. Некоторые реснички склеивает, но не так, чтобы паучьи лапки там сделать, а вот просто там 2-3 реснички склеивает. Но это смотрится в итоге нормально. Ну, то есть не критично она их склеивает, а вот прям как нужно. И мне кажется, эта тушь вообще не удлиняет ресницы. Она именно придает им объем. Она неплохо так прокрашивает, делает их потолще. Но, по-моему, вообще не удлиняет. Надо взять кабарет черную в следующий раз. Но фиолетовая будет красиво смотреться, конечно, на солнышке. Ну, вот такие у меня получились реснички. Мне кажется, их на камере вообще почти что не видно, потому что они реально светло-светло-фиолетовые. Сюда бы более классно, знаете, такие тоже фиолетовые пучки в уголочке и примерно от середины. И тогда бы прям глаза были более четкие. Но да, с таким ярким макияжем глаз, конечно, не хватает густых и длинных ресниц. Но ничего, посылка у меня с Аликой идет. Скоро мы будем дополнять все пучками ресниц, если, конечно, я смогу их нормально сажать, потому что с этим у меня на курсах тоже были проблемы. У меня постоянно трясутся руки, и мне тяжело сажать эти пучки. Я сначала подумала, что надо бы попробовать какую-то помаду, именно типа цветную, там пусть нюдовую, но чтобы был цвет. Но потом такая, нет, у меня будет яркий макияж глаз, и надо, чтобы губы все-таки были такие, ну, типа, с легким-легким совсем, либо оттенком, либо прям вообще прозрачный какой-то блеск. Поэтому сегодня я нанесу вот такое средство, кстати, тоже довольно новое, от NYX, Bare With Me, называется Hemp Chanver, какое-то странное немножко название, Hemp Chanver, здесь правильно произнесла. И это что-то вроде бальзама для губ, такого типа, ну, вот он называется прям кондиционер для губ. И он такой типа зелененький. На самом деле он идет бесцветный. Я прям сейчас обильно нанесу его на губки. Я уже стерла тон лишний, чтобы губы не казались еще меньше, чем они есть. И нанесу этот прозрачный блеск. Ой, слушаю, он прям как масло. Я бы не сказала, что он прям такой блеск, который плотным слоем покрывает губы, он скорее как какой-то маслица. И он не растекается. Это его огромный плюс, он остается вот на том месте, куда его нанесли. Многие блески для губ, прозрачный бальзам, они имеют свойство пытаться стечь. А этот прям сидит как влитой. И вообще они липкие. Кстати, этот бальзам немножечко покалывает губы, наверное, у него, потому что есть эффект. От визуального слегка увеличения губ, хотя вроде бы не заявлено это на упаковке, но немножечко, немножечко покалывает. Все, мой макияж закончен. Посмотрите, что у меня получилось. Мне нравится. Ну да, единственное, единственное, что бы я в нем изменила, это сделала более длинные, толстенькие такие, объемные и явно-явно заметные ресницы. Потому что на фоне такого мейка кажется, как будто у меня ресниц вообще нет. Такие у меня сегодня были продукты. В принципе, они мне все плюс-минус понравились. Я сказала сразу, какие увидела в них недостатки. Самое сложное, что сегодня мне показалось, это синяя подводка от NYX. Вот, все остальное просто супер. Ну и единственное, да, есть небольшие нарекания у геля для бровей. Гелю для бровей, точнее. Все, ребята, я буду ждать вас в комментариях, какие вы еще ждете от меня ролики. Жду вас в своем инстаграм. И увидимся уже скоро. Всем пока!